снова всем привет ребята будем продолжать эксперимент и собирать схемки сегодня соберем очень простую схемку индикации разряда литий-ионной и литий-ионной батареи схемка очень простая я вам ради интереса покажу два транзистора всего лишь немножко зеркально видно покажу более подробно очень два транзистора разной проводимости три резистора и светодиод можно резисторами конечно подкорректировать напряжение при котором светодиод будет начинать светиться и будет погасать в принципе там ничего сложного нет а вообще именно конкретная схема которую мы сегодня будем собирать с теми номиналами которые есть именно для литий-ионных батарей 3,7 вольт напряжения конечно могут быть небольшие отклонения все-таки надо подбирать именно резисторы покажу какую цепочку подбирать по сути из-за того что светодиоды могут иметь отклонения транзисторы тоже могут иметь отклонения даже если вы поставите те же самые что по схеме в общем ну что болтать лишний раз давайте собирать и там уже посмотрим что получится ну вот такая у нас схемка два транзистора вместе включены резистор 100 килоом 1 резистор 100 килоом 2 и 52 килоома резистор два резистора последовательно у нас образует делитель напряжения индикатор светодиод в общем детали в принципе немного вот все что нам нужно иметь но так как один из резисторов у нас указан 52 килоома но у меня только 51 килоом придется добавить еще один резистор на 1 килоом чтобы было 52 я хочу эту схему запустить именно с теми номиналами которые указаны в стоке и посмотреть насколько они точно работают насколько все соответствует нужным напряжениям для начала нам надо соединить два транзистора транзисторы смотрите 3107 3102 я заменяю на кт-361 вот он и на кт-315 обратите внимание кт-361 у него буква посередине у 315 у него буква с краю тут тоже буква с другого края получается верхний правый угол но могут быть и значки какие-нибудь но буква всегда в углу не посередине если посередине 361 так вот вместо 07 вот верхнего мы 361 включим вместо 0 2 315 теперь нам надо базу 361 транзистора соединить с коллектором 315 а коллектор 361 с базы 315 цикалевка такая то есть смотрим на цифры и считаем слева направо эмиттер коллектор база на 361 тоже самое эмиттер коллектор база смотрите ребята как я соединяю эти транзисторы 361 ножки чуть вниз отогнул 315 развернул спина к спине не находятся вот так вот получается эмиттер двух транзисторов не задействованы и как у нас удобно получается коллектор 361 вот посередине подключается на базу 315 а база 361 на коллектор 315 то есть вот таким вот образом у нас вот такая пара образовалась далее что мы делаем эмиттер 315 вот по схеме 0 2 он подключается к делителю напряжения то есть точки соединения резисторов 100 килоом 52 килоома это вот свободная ножка и и сейчас подключим резистор 52 килоома зажимаем приспособу 3 рука сейчас я от другой схемки отпаиваю резистор 1 килоом и припаиваю его последовательно с 52 килоома хотя я бы даже чуть-чуть по-другому сделал надо укоротить потому что слишком будет торчать нам конечно не на выставке участвовать но все равно для какого-то удобства можно укоротить вот у нас получился один резистор на 52 килоома теперь берем 100 килоом делаем скрутку облуживаем все это и теперь вот эту скрутку вместо соединения припаиваем к эмитеру 315 транзистора аккуратненько подрежем вот так у нас получается все сюда у нас будет подаваться напряжение там где у нас резистор из 2 1 соединен то есть 52 килоома туда минус сюда плюс теперь далее что нам нужно сделать резистор 100 килоом нам нужно подключить на эмиттер 361 то есть по сути вот так вот вот так все выглядит теперь к выводу резистора на 52 килоом нам катодом нужно припаять светодиод как определить анод катод выставляем 3 вольта у меня тут 32 ничего страшного или батарейку 3 вольтовую и подключаем к ней светодиод и смотрите там где я прикасаюсь к плюсу с плюсом к ножке это анод потому что если мы перепутаем включим наоборот светодиод светить не будет вот там где плюс это анод эту ножку мы чуть-чуть отогнем вот так как нам надо припаиваться катодом то отогнутую ножку мы не трогаем оставшиеся прямую припаиваем к резистору а вот теперь анод нам надо припаять к точке соединения коллектора 361 транзистора с базой 315 то есть верхний коллектор и база нижней и вот сюда нам нужно припаять анод светодиода коллектор у нас посередине если смотреть на 361 вот так вот но так как нам сюда еще надо будет еще на 100 киловом резистор припаивать я сначала припаяю туда резистор и к ноге резистора уже припаяю светодиод вот смотрите припаяли светодиод и резистор вот этот резистор по схеме 100 киловом вот он должен подключиться комитета то есть по сути если вот всю схему так вот не смотреть выделить только транзистор то получается этот резистор на 100 киловом включен между эмиттером и коллектором 361 транзика то есть нам по сути вот сюда припаяться и индикатор готов ну что ж все у нас готово теперь ориентируясь по делителю на резистор 100 киловом мы подключаем плюс на резистор 52 киловом мы подключаем минус вот сюда у нас минус сюда плюс светодиод у нас загорелся так сейчас покажу что я именно делаю вот обратите внимание на напряжение 1 и 2 вольта пока ничего не загорается вот 3 вольта с радиором светит а вот почти и он выключился ну что ребята смотрите там где соединяется светодиод с резистором 52 киловом мы подаем минус а на эмиттер транзистора к этой 361 плюс вообще по хорошему если примут по хорошему то здесь должен быть красный светодиод но нет у меня под рукой и магазины закрыты не получится найти так смотрим сейчас я убавляю вот напряжение 2 и 6 вообще считается литий-ионные уже трупы очень тяжело поймать момент потому как плавную регулировку я не сделал ну вот 27 блин опять уходит уплывает 2 с копейками вольта светит 31 светит ну то есть это индикатор того что разряжен аккумулятор и зарядить его надо вот 37 он уже погас опять уменьшаем вот 34 начинает светить еще чуть-чуть опущу все ярко засветился опять у нас упало напряжение тяжело очень поймать надо тонкую настройку делать как только магазин откроется пойду еще резисторов закуплю ну при таком напряжении 2 и 5 элемент уже выкидывается выбраковывается 37 36 еще куда не шло считает 37 считается вообще заряженный хотя кто-то говорит 42 хотя 42 это по сути максимум какое напряжение можно прикладывать для зарядки видите как проскакивает нету возможности точно показать вот 31 уже начинает потухать и выше уже потухает они же 31 начинает светить да слишком грубая у меня регулировка вот вроде поймал момент 31 начинает светить 33 уже погасает 34 перестает светить о вот такой простейший индикатор получился так как я снимал для наглядности я особо не заморачивался с габаритами но если постараться аккуратно все уложить обрезать выводы лишние резисторов индикатор очень крохотный получится и не путайте ни в коем случае зарядным зарядным устройством то есть он не отключает напряжение заряда не регулирует заряд он только показывает что элемент разрядился литий-ионный не более того если вы думаете что вы его подключите и сможете смело оставлять на зарядке эти элементы то может возникнуть пожар будьте осторожны литий-ионные батареи они очень таки чувствительны и капризны к зарядному току с ними надо очень аккуратно обращаться иначе действительно может быть пожар я говорю вот о таких элементах не батарейках пальчиковых а именно об аккумуляторах кому понравилась схема понравилось видео ставьте палец вверх подписывайтесь на канал не забывайте нажимать кнопку колокольчик чтобы не пропускать новые свежие ролики они у нас сейчас во время карантина будут выходить довольно часто буду стараться снимать интересные ролики дабы скрасить вам изоляцию самоизоляцию и прочее понимаю что сейчас нелегко поэтому свою очередь буду делать все что от меня зависит я в свою очередь благодарю вас за внимание за то что вы меня поддерживаете также не забывайте писать комментарии это очень помогает продвижению канала ну и конечно же скоро увидимся надолго не прощаюсь это очень помогает